В рамках второго международного конкурса профессионального мастерства «Один пояс, один путь», состоявшегося в Чунцине, делегаты из России посетили местный технологический университет. Гостей числа студентов и преподавателей ознакомились с условиями и тренировочной базой вуза. Их впечатления от экскурсии, конкурсов и города в целом расскажем в нашем следующем сюжете. Почти как настоящий салон красоты. Класс, чая и кофе. Учебный центр проекта всемирного конкурса профмастерства «WorldSkills Competition» по технологии моды. Тренировочная база, факультет автомобильной техники. В Чунцинском политехе профессию не просто изучают, но и пробуют себя в ней на месте. Мы очень рады посетить этот институт. Очень полезно получить новые знания, посмотреть на опыт вашей страны. Запомнилось техникум машиностроения, направление машиностроения беспилотного. Это немножко связано с нашей деятельностью, так как мы участвуем по специальности беспилотных летательных аппаратов. Очень дружелюбные люди. В следующий раз приезжайте к нам в Россию, мы тоже вас встретим и покажем, что мы умеем, что мы знаем. Университет подготовил для иностранных гостей несколько презентаций и мастер-классов. Например, по прижиганию муксом, массажу головы, вишенкой стала демонстрация легендарного китайского нематериального культурного наследия – чайной церемонии. Мне церемония понравилась, первый раз такое в своей жизни вижу, соответственно, ни разу не пробовал пока, что это первый раз еще и в Китае. Это было интересно. Вот этот чай мне понравился больше всего, топ-1 за сегодня. Вот эти я чуть-чуть попробовал, но они тоже были вкусные, но вот этот мне понравился больше всего. Также понравился экспириенс с рисованием на чае, такое я тоже впервые вижу, обычно на кофе. Все очень красиво и оформлено красиво, как в ресторане, соответственно. Все очень круто, все большие молодцы, ребята. Спасибо большое. Несмотря на дождь, местные студенты не стали отменять выступления с драконием танцем. Российские учащиеся и преподаватели смогли глубже погрузиться в китайскую культуру. Также они поучаствовали в церемонии открытия Международного института мастерства при ВУЗе. На ней были представлены номера в жанрах сычуанской оперы, боевой акробатики Юньчунь и другие показательные. Также для россиян исполнили знаменитый романс Ирины. Город очень интересный, очень большой. Я из города с населением 30 тысяч человек. Для меня этот город, как мегаполис, очень понравился тем, что очень много зелени. Это опровергает видео, телеканалы, которые я мог видеть про Китай. Это очень удивительно было. Я думал раньше, но сейчас я скорее полностью задумался о том, чтобы поступить и учиться в Китае. Само выступление было интересным. Были очень хорошие выступления с мальчиком, который маски менял, как называется, сучинского опера. И девочка, которая пела русскую песню на русском языке, хорошо старалась. Многомиллионный Чунцин расположен на стыке пояса и пути китайского экономического пояса реки Янцзи. Для проведения международного мероприятия подобного конкурсу профессионального мастерства место идеальное. Это и важный транспортный узел, и современная производственная база, и центр активно продвигаемой гуманистической экологии. Численность квалифицированных кадров здесь превышает 5,3 миллиона человек. Из них почти 1,7 миллиона – высоко квалифицированные.